Привет! Наверняка вы слышали о нашумевшей социальной сети TikTok, а возможно у вас даже есть свой собственный аккаунт в ней. Китайская сеть TikTok вызывает пока что два чувства – ненависть или же восторг. Она вызывает либо же неподдельный восторг незатейливым контентом, либо же есть аудитория, которая называет тиктокером незрелыми подростками. Но, как обычно, истина кроется где-то посередине. Но факт остается фактом. С неумолимым ростом аудитории на TikTok к нему стали присматриваться крупные рекламодатели. Подходит ли данная соцсеть для решения серьезных задач или же лучше оставить ее подростком? Меня зовут Алена Полюхович и сегодня мы разберемся с этим вопросом. Что же нам известно о TikTok? Во-первых, TikTok – это китайская социальная сеть для размещения коротеньких вертикальных видео. Еще два года назад о ней никто ничего не знал, но сегодня она является одной из самых успешных и ведущих социальных сетей у подростков Z. Лучше всего о TikTok говорят следующие пять фактов. TikTok использует более чем в 150 странах мира. Суммарное количество пользователей по всему миру превышает 500 миллионов человек. 12 миллионов человек – из России. TikTok – это самое востребованное приложение в App Store. По количеству скачиваний она обогнала Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat. Самый популярный блогер TikTok – американская модель Lauren Gray. Количество ее подписчиков превышает 38 миллионов пользователей. Среднее время просмотра видео в день составляет 39 минут, что довольно много для растущей соцсети. А среднее количество заходов в приложение в день одним человеком составляет около 7 раз на день. Также достаточно внушительная цифра. 70% аудитории TikTok – это молодые люди возрастом до 25 лет. Но также есть аудитория возрастом 25+. И эта аудитория, ее цифра будет постоянно расти день за днем. Кто же зарабатывает на TikTok? Конечно же, в первую очередь это блогеры. Они уже давно и активно там сидят и ищут или же нашли уже свою аудиторию. Но малый и средний бизнес также не стоит в стороне. Если вы предлагаете качественные интересные услуги, то вы можете спокойно там продвинуться. Например, предлагая изучение языков, или же там косметологию, или же заработок в интернете, или же любые другие информационные темы. Один из успешных интересных кейсов российских – это Сбербан. Компания зашла в аккаунт в TikTok в 2019 году. И по словам маркетологов, это был чистой воды эксперимент. Компания стремилась увеличить количество получения молодежных карт, а также количество выполняемых операций в Сбербанк онлайн. В TikTokе Сбербанк запустил две рекламные компании, которые ориентированы на молодую аудиторию. Для компании «Молодежные карты» они привлекли 20 известных тиктокеров. Суммарное количество просмотров такого ролика составило 3,5 миллиона просмотров, а количество вовлечения составило 16,5%. Аналогичные результаты показала и другая рекламная компания под названием «Переведи на Сбербанк». Ну, конечно же, есть и антикейсы, как в любой сфере. Одним из таких антикейсов является футбольный клуб «Интер», который зашел в TikTok еще в декабре 2018 года. Их СММщики обещали эксклюзивный и интересный контент. За два года они насобирали 200 тысяч подписчиков, что достаточно мало, если сравнивать с другими социальными сетями. 3 миллиона в Инстаграме и 15 миллионов фолловеров в Фейсбуке. СММщики продолжают вести активно канал, но, к сожалению, пока взрывного эффекта они не получили. Какие же существуют способы продвижения в TikTok? Конечно же, они есть как платные, так и бесплатные. Какой из них выбирать, решать только вам. Один из самых бесплатных способов – это, конечно, во-первых, завести свой аккаунт в TikTok. Там вы можете опубликовать видео со своими сотрудниками или же клиентами, участвовать во флешмобах или же челленджах. Создание канала абсолютно бесплатное, ну, конечно, если мы не будем учитывать траты на создание видеоконтента. Следующий способ – это музыкальные треки. Пользователи могут создавать и загружать свои собственные треки. Создание, загрузка и использование музыки абсолютно бесплатно и абсолютно легально. Конечно, данный способ подходит больше для брендов, таких как артисты, музыкальные бренды, но бренды обычные также могут попробовать в этом себя. Например, Colgate выпустил свой музыкальный трек, загрузил его, и под его музыку было снято полторы тысячи видео. Бренд TakeOver – это полноэкранный такой себе баннер, который встречает вас при входе в приложение. Вы можете использовать там как статические, так и динамические картинки, видео, гифки, и есть возможность поставить ссылку на внешний сайт. Входной дневной порог от площадки составляет 6 тысяч долларов, а средняя цена за тысячу показов – 6 долларов. Официальная реклама – обычные типичные ролики, которые ты ожидаешь увидеть в любой другой социальной сети, такой как Twitter, Instagram, YouTube, обычные 15-секундные ролики, которые органично появляются, в то время, когда пользователь просматривает опубликованный контент. Поддерживает минимальные возможности по таргетингу, по полу, возрасту и геолокации. Средняя цена за тысячу показов составляет около 6-8 долларов, в то время как дневной входной порог доходит почти до 8 тысяч долларов. Следующий пункт – это хэштег-челлендж. Компания придумывает креативные идеи для создания видеороликов, запускает по них хэштег, определенный хэштег, то есть этот самый хэштег-челлендж. Пользователи в течение 6 дней будут видеть данный хэштег, будут принимать активное участие, снимать ролики на заданную тему, ну и, соответственно, выкладывать их. Стоимость, конечно, достаточно высока – 60 тысяч долларов. Но пока что это является на сегодняшний день самым результативным способом рекламы в ТикТоке. Брендированные маски. Знакомый всем инстаграмерам способ рекламы с помощью фильтров, 3D-масок, просто масок, но, к сожалению, пока что в России он недоступен. Реклама в Яндексе. В ноябре 2019 года Яндекс и ТикТок договорились о сотрудничестве. Теперь пользователь может размещать свою рекламу при помощи Яндекса. К сожалению, через другие плейсменты пока что купить рекламу у ТикТок нельзя, поэтому выходит, что одну и ту же рекламу вы будете показывать и в ТикТоке, и в рекламных сетях Яндекса. Ну и, конечно же, лидеры мнений, то есть обычная работа с блогерами. Это продукт плейсмент, коллаборации, либо же договоренности, либо же прямая покупка рекламы. Найти популярного ТикТокера можно через биржу ВКонтакте, а также через поиск популярных видео. Средняя стоимость рекламы у ТикТокера, у которого до миллиона подписчиков, составит от 300 до 10 тысяч рублей. С рекламными форматами разобрались, и теперь логичный вопрос, как же оценивать эффективность рекламы в ТикТок. Здесь все просто, здесь все оценивается просмотрами. Ни качество, ни стоимость видео ничего не значит, если этот ролик просмотрело пару сотен человек. И наоборот, многомиллионные просмотры показывают очень эффективный ролик в ТикТоке. Это главный показатель успеха вашего ролика. Также ориентируйтесь на количество переходов по хэштегу, если вы запускали хэштег челлендж, на показы, просмотры, а также глубину и время просмотра. Важный момент. Просмотреть всю эту статистику вы сможете только при подключении PRO аккаунта. Чтобы его подключить, придется верифицироваться по номеру телефона. И не забудьте сделать это сразу же, так как статистика начнет показываться именно с момента подключения PRO аккаунта. До этого все данные будут недоступны. Так какому же виду бизнеса стоит идти в ТикТок, а какому стоит воздержаться? Все, конечно же, зависит от типа бизнеса и от площадки. В первую очередь, учитывайте особенности площадки. ТикТок на сегодняшний день это довольно-таки молодая и дерзкая платформа. И здесь строгий чопорный тон оф войс явно не будет неуместен. А также оцените свою информативность ролика, потому что хронометраж достаточно маленький и уместить всю массивную информацию в короткое вертикальное видео у вас попросту не выйдет. Конечно же, стоит следить за легкостью восприятия. Длительность ролика составляет 15 и 60 секунд. И за это время вам понадобится уместить всю информацию о вашем продукте или услуге, показать все самые максимальные выгоды. Поэтому, если у вас технически сложный продукт, то будет сложновато его продвигать в ТикТоке, да и в принципе бессмысленно. На сегодняшний день хорошо в ТикТоке себя чувствуют различные продукции хендмейда, всякие масс-маркеты, информационный бизнес, ну и так далее. Все то, что можно уместить в песне в коротенькой или, собственно, в танце. Ну, собственно, как и все остальные соцсети, ТикТок не работает на прямую на продаже. Но вот рассказать о вас, рассказать о вашем бренде, увеличить популярность вашего бренда, это именно то, зачем приходят в ТикТок, точно так же, как и в Инстаграм и в другие социальные сети. ТикТок дает возможность получать многомиллионные охваты всего лишь одним взрывным видео. Аудитория ТикТок очень легка на подъем, поэтому хорошие шутки или же видео, которые будут в тренде, помогут очень быстро подтянуть тусовщиков ТикТока. И это поможет очень быстро, буквально в считанные пару дней, создать хорошее, такое крепкое комьюнити для вашего бренда. На формирование комьюнити в других социальных сетях у вас уйдет явно не один день. И вам потребуется гораздо больше сил и времени. Не забывайте о нативной рекламе. Ведь так как в ТикТоке основное направление это легкие развлекательные видео, то бить пользователей по голове прямой рекламы, вот так вот нагло, это как бы не самая лучшая идея. Но в то же время, если вы в коротеньком видео сможете донести свои основные уникальные торговые предложения, сделать это легко и ненавязчиво, то вы очень быстро добьетесь узнаваемости и нужных вам целей. Молодежной аудитории всегда приятно, когда бренды стараются общаться с ними на их языке. Не бойтесь показаться неловкими. Формирование мнения о бренде зачастую у молодой аудитории это то, к чему стоит и нужно стремиться. Профессионалы сравнивают ТикТок с Инстаграмом и в этом есть смысл, ведь и у одной и у другой соцсети наблюдается лавинообразный рост популярности. Но в отличие от старых соцсетей, где продвижение превратилось в гонку бюджетов, в ТикТоке пока что еще правит бал творчества. Это позволяет брендам легко достучаться до своей аудитории с помощью легких креативных драйвовых видео, а также, конечно же, работе блогером. Ну и в заключение я хочу дать несколько советов по продвижению в ТикТоке. Во-первых, следите за трендами, постарайтесь всегда быть на волне. Также не забывайте не пренебрегать хештегами, ведь это поможет вашей аудитории быстрее вас найти. Третьим пунктом не забудьте подключить Pro-аккаунт, чтобы следить за своей статистикой. Укажите в профиле ссылки на Инстаграм и Ютуб, чтобы взаимодействовать со своими подписчиками и на других социальных сетях. Не забывайте оставлять комментарии под популярными видео, чтобы привлечь внимание к своей собственной страничке. Ну и самое главное, это рискуйте, не бойтесь показаться смешным. Пока что в ТикТоке веселье гораздо больше, чем здравого смысла, и придется добавить это чуточку в современный маркетинг. Не забудьте оставить комментарии, поставить лайки нам, подписываться на наш Ютуб канал, делиться нашим аудиоподкастом, вступайте в нашу Телеграм-группу. А также дайте знать мне, есть ли у вас свой аккаунт в ТикТоке, возможно, вы бы хотели завести его, или же вы уже заводите его после данного урока. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok